добрый день друзья мы сегодня с вами возле вольера с тиграми да эй малышняки большишня точит когти папа тигра и тут же к нему капышня а я напомню друзья что завтра 27 число 27 октября и завтра состоится суд в верховном суде крыма симферополе павленко 2 где я надеюсь верховный суде верховного суда разберутся с этим простым и в то же время непростым таким делом а я хотела бы поговорить друзья о том как сбываются мечты в тайгане я все время раньше говорила тайгане все мечты сбываются но я не думала что это можно отнести и не очень мягко говоря порядочным людям и вот я о чем сейчас вы поймете те кто с нами давно те помнят дело соломиной это женщина которая заказала себе прогулку к львам тогда еще была возможна такая прогулка 7000 человек побывала на этой прогулке к большим львам в сопровождении олега алексеевича и вот это соломина поехала на эту прогулку выпила перед этим и уже когда прогулка заканчивалась на мой взгляд что-то сделала этому льву чтобы его спровоцировать я не была в этой поездке но я была на мостках и видя как на последнем льве лев витя насколько вы помните друзья вот там участвовал ее руки ушли за спину льва и что уже там там сделала как она его спровоцировала дернула не знаю за гриву ну не за за усы не знаю за что и он ее прикусил олег алексеевич тут же отреагировал на ситуацию лев стал назад отходить назад и потянул соломину а покинул ее остались несколько четыре по моему двое вмятинки и две ранки остались от зубов естественно хищника и началось долгое уголовное дело я уже не раз говорила о своем отношении сейчас я говорю об этом к чему потому что очень много новых зрителей и они не знают эту историю я все время говорю о том что когда ты едешь на такую экстремальную прогулку да есть люди экстремалы кто-то хочет поплавать с акулами и опускается там на дно чтоб с ними и понимает насколько это опасно кто-то летает значит летит на самолете прыгать спарашюта тоже понимая что это опасно но ему есть адреналиновые люди не хватает адреналина человеку он выбирает вот такие всякие прогулки поездки точно такая же была прогулка к львам высшие хищники и все кто туда ехали они подписывали бумагу о том что они понимают куда они едут так вот к чему я веду весь этот изгоев тогда соломина пока шли значит вот эти все разбойки купила себе в севастополе неожиданно квартиру как она ее назвала квартиру мечты сейчас гнедина при таких же обстоятельствах да идет уголовное дело гнедина покупает себе еще ключи дом мечты так вот две женщины две мечты и они странным образом осуществляются после происшествия с ними в парке соломина по моему требовала шесть лет тюрьмы могу ошибаться все побежали гнедина дали два и три года но ей показалось мало и она просит четыре и шесть лет достают маму достают иди сюда диана и 10 меньше кто оплачивает эту сбычу мечт люди даже соломина насколько помню она состояла в каком-то там секта не секта как-то это называется не помню организация какая-то по моему американская и ей помогали там что-то спонсировали и тут она покупают квартиру в севастополе чтобы понимали севастополе самые дорогие квартиры очень дорогая недвижимость огнедина 20-летняя девочка если это правда покупает вообще дом за десятки миллионов чудесным образом оказывается как я уже говорил нужно просто положить в конвертик свою мечту тоже занимается какой-то хреномантии то ли для себя отдельно то ли таким же макаром еще и людям организует сбытие мечт не знаю но меня эта ситуация эта тенденция очень настораживает кто режиссер сбывшихся мечт этих двух женщин которым фиолетово вот на то что парк остался без хозяина которым мало наказания которые хотят еще услугубить мало 2 и 3 хочу 4 и 6 как старуха из золотой рыбки у которых фактически я думаю что гнедина друзья не приедет на это судебное заседание и не приехала в тот раз потому что боится того что и начнут задавать вопросы ведь следствие велось на мой взгляд кое-кому толком не были опрошены не свидетели не были и экспертизы назначены ничего из того что должно было быть сделано а в верховном суде как решили люди судьи другой квалификации до высокой квалификации и они могут ей задать у судей всегда очень точные вопросы я думаю что она боится что не зададут правильные вопросы те которые должен был задать судья борисенко и почему не так часто меняются показания и все таки на самом деле что же произошло с ребенком на самом деле потому что суд не установил что в действительности как ребенок потерял свой пальчик поэтому я думаю что не придет гнедина на судебное заседание потому что она и так уже наговорила столько что мы помним не помню вообще что и как произошло и не помню волье том маленький полосатый зверек то тигр выпрыгнул и откусил пальчик то не может этого быть за кофточку потянул тигр значит втащил то и этого не может быть отрезал ногтем и так дальше как том анекдоте у меня еще много вариантов меня даже не гнедина волнует бумеранги это такие летательные предметы которые все-таки летят мне в этой ситуации жалко ребенка которым пожертвовали здоровьем которого в этой ситуации пренебрегли не подумали не было мать осторожно не думала она в этот момент на здоровье ребенка только либо фотографии либо о користи на мой взгляд этой ситуации мне жалко абсолютно на мой взгляд невиновного олега зубкова и его семью потому что из-за чьей-то алчности или подлости сидит уникальный хороший человек его животные скучают семья отдельный разговор если нам всем сторонникам тяжело то не хочу даже думать вижу но не хочу даже думать насколько тяжело семье но у меня вопрос кто этим двум женщинам обеспечил сбычу как это правильно сказать их мечт и одна тогда сказала что ее мечта сбылась и она купила квартиру и это сказала что мечта сбылась и она купила дом ищите женщину как говорится во французских детективах кто же режиссер кому это выгодно всегда нужно искать кому это выгодно понятно что нашему судьи они тогу но это мелочно 30 серебряников чтобы потерять последние как бы это так срубненно говорить кучу дов последние хорошие чувства скажем так и осиротить разъединить не только семью ни за что но и осиротить этих животных завтра друзья все решится валентина евгенина кремлева наш адвокат здесь все адвокаты работают вместе у них единые позиции по этому поводу и завтра в 9 утра павленко 2 симфриополе начнется суд надеюсь что в этот раз ничего не помешает судим вынести справедливый приговор а а а Продолжение следует...